Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы можем стоять на любом лайне, потому что у нас есть первый скилл, с помощью которого мы сможем всегда убежать. Всегда, кроме случаев стана. И как я вам советую делать? Вот началась игра, подождите возле трона, чтобы ваши союзники распределились по лайнам. И уже потом идите на свободный. То есть не нужно просто пикать саппорта, да, и сломя голову бежать занимать лайны. Такого делать не надо. В начале качаем первый скилл. Феникс летит по дуге, при этом он поджигает врагов. Врагам наносится урон и замедление. Заметьте, когда вот Феникс делает дугу, да, его в этот момент могут остановить, например, станом. Ну или Рубик, да, он может взять, поднять его в воздух. Тогда все, полет Феникса оборвется. При этом, когда Феникс делает дугу, он может в любой момент остановиться. Далее качаем второй скилл. Феникс призывает четыре духа, которые крутятся вокруг него. При этом, Феникс может каждого духа кинуть в определенную точку. Если дух попадет в врага, да, то враг загорится. У него будет замедленное передвижение и скорость атаки. При этом будет нанесен урон. Не забывайте, что скиллы отнимают у нас процент здоровья. И здесь хорошую роль сыграют наши кольца. Я вам советую не кидать всех духов в одно место, потому что у них есть время действия, да. Если мы будем кидать поочередно, через некоторый промежуток времени, будет нанесено больше урона. Второй скилл стыкуется хорошо с первым скиллом. Когда вы делаете дугу, вы можете использовать второй скилл и кидать своих духов во врагов. Сейчас будет хороший пример, как помогает наш второй скилл. Вот, стоит Магина. На него сейчас Секир кинет ульту. Но, смотрите, при этом мы кидаем второй скилл и замедляем атаку. Вы видите, что происходит? Секир не смог убить Магину, хотя у него были абсолютно все шансы, да. Второй скилл зарешал. Ну и первый тоже. После двух колец покупаем тапок, чтобы увеличить скорость передвижения. И уже в начале, да, эффект от двух колец будет потрясающим. То есть у вас будет всегда почти фулл хп. На шестом левеле качаем Фениксу ульту. Феникс превращается в огненное яйцо, которое стоит на одном месте и практически ничего не делает, кроме одного. Он наносит урон всем окружающим врага. Заметьте, что ни количество вашего хп, ни количество вашей брони не влияет на яйцо. Яйцо можно будет убивать всегда фиксированным количеством ударов. На первом левеле ульты нужно 5 ударов. На последнем левеле 10. Самая главная наша задача, да, делать ульту сбоку замеса. Чтобы был замес и при этом, чтобы не били наше яйцо. Когда мы создали яйцо, идет отсчет времени. После этого времени, да, там через 6 секунд, мы возрождаемся заново. При этом у нас фулл хп, фулл мп и все скиллы откатываются, кроме ульты и кроме итемов. Итемы не откатываются. Поэтому, смотрите, очень важно, да, собирать какие-либо замедления, например, шива. Или использовать второй скилл перед ультой. То есть, когда вы кинули второй скилл, вы очень сильно замедлили врага. Вы ультанули, враг начинает очень медленно бить и он не успевает нанести количество ударов. В итоге вы перерождаетесь и при этом, я еще забыл сказать, вы станете. То есть, когда вы переродились, происходит взрыв и все враги, рядом стоящие, они будут в стане. Поэтому, перед яйцом крайне важно, я советую, использовать или шиву, который замедляет, да, передвижение и так далее. Или использовать второй скилл. У вас больше шансов выжить. Не смысл делать яйцо прям в центр замеса, да, где вас убьют сто процентов. Это неправильно. Яйцо нужно сделать с умом, например, сбоку замеса, чтобы враги не могли сразу подбежать и напасть. Также противопоказаны враги, у которых есть ускорение, да. Например, тот же самый тролль, у которого это есть ульта, по-моему, ускоряет. Массовое ускорение и так далее. Пример реализации нашей ульты. Вот мы пришли гангой, да. Видите, я здесь наглел, потому что у меня есть ульта. То есть я знал, что в любой момент я смогу переродиться, и у меня будет фоу хп. Заметьте, я поставил шар таким образом, да, чтобы он не бил меня. То есть я знал, что у меня бить не будет. В итоге убили вайпера, и сейчас в итоге заберем еще и Рубика. Видите, я кину потихонечку по очереди, и еще раз, все. То есть, получается, я три духа кину через какое-то время, и четвертый я кину в самом конце, через дольше промежуток. Чтобы замедлить его, чтобы больше нанести урона. Еще один пример реализации второго и первого скилла. Смотрите. Видите, хоть что хотите, я делаю первый скилл, дугу, и уже во время дуги я делаю второй скилл, да, вызывая духов. То есть, получается, я начал делать дугу, потом начал делать во время этой дуги второй скилл, призывая духов, и сразу же уже начал кидать этих духов, и все это за одну дугу. Далее собираем полностью себе ПТ, и уже идем чисто в холды. На десятом левеле качаем третий скилл. Это огненный луч. Вообще, этот скилл, в принципе, бесполезен, я бы сказал, да, его очень редко используют в играх. Феникс стреляет по прямой огненным лучом. При этом, если в этот луч попадает враг, ему наносится урон. Если в этот луч попадает союзник, ему восстанавливается здоровье. Феникс может стоять на одном месте и крутиться лучом, так же он может лететь по прямой. Опять же говорю, малоэффективный скилл, да, от него легко уйти, и мало кто использует его в играх. Пример эффективности вашего первого скилла. Смотрите, когда мы делаем первый скилл, я уже говорил, мы поджигаем врагов. Видите? На Рубика, смотрите. То есть, видите, он просто догорает и в итоге умирает. Это тоже очень важно. После того, как собрали худ, начинаем собирать шиву. Очень важно, потому что у нас очень мало брони, и шива даст нам, во-первых, брони, и во-вторых, замедление врага. А это, опять же, я уже говорил, очень полезно для нашей ульты. Реализация ульты в кустах. Видите? Я ультанул, да, когда враги этого не ждали. Так они многие еще меня не видели, потому что я был в кустах. В итоге, моя ульта прошла на троих-четверых, и я забрал лишь на двоих. Так же со временем покупаем ворды. Не жопимся. Ворды часто решают полностью всю игру. Ну вот и все, летит моя шива. Теперь нам нужно реализовывать шиву. То есть, делать дугу, включать шиву и ультовать. Давайте посмотрим, что у нас получилось из этого. После шивы начинаем собирать тараску. Потому что нам нужно хп, и в итоге у нас будет под 3000 с чем-то хп. Ну и пример реализации ульта наша плюс шива. Не самый лучший пример, но суть понятна. Да, что мы влетаем, используем шиву, чтобы замедлить врагов, и ультуем. Все. Покс! Великолепно просто. Делаем опять дугу и кидаем второй скилл по всем. Все горят, все на лоб хп. Ну и в конечном итоге вы или выигрываете, или проигрываете, да? Вот я здесь выиграл, хотя игра была сложная. Счет конечный 60-50. Но в итоге мы сделали свое дело. Давайте посмотрим, что у нас в конце сейчас будут статистики. Вот вы видите, что у нас лучшая стата по помощи 27 помощи. То есть лучше всех из 10 человек. При этом у нас убийств больше, чем смертей. Ну и смертей, обратите внимание, смертей у нас меньше, чем у 10 человек. То есть у нас лучшая стата по смертям и лучшая стата по помощи. Что и требуется от Феникса и Инициатора. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте отзывы об этом выпуске. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok